Здравствуйте, с вами программа УАК ИТКИЗЭТ и я ее ведущая Зульфира Каскирова. Некуда идти, не на что жить, некому помочь. Именно для таких женщин и существуют кризисные центры в нашем городе. И сегодня об одном из них и пойдет речь. Даяна, здравствуйте. Здравствуйте. Как я и сказала, тема нашей сегодняшней программы – это кризисные центры. Вот об одном из них мы с вами и поговорим. Расскажите, когда открылся ваш кризисный центр, для кого он предназначен? Наш кризисный центр для женщин и детей, последовавших от бытового насилия, корового стана, открылся в 2022 году. Но до 2022 года мы работали помощью несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации. То есть тоже оказывали услуги приюта. А вот с 2022 года – это уже женщины с детьми, пострадавшие от бытового насилия. А на сколько мест рассчитан центр? Кризисный центр рассчитан на 18 койко-мест. То есть финансируется 18 койко-мест. Это не в зависимости от возраста. То есть это могут быть 6 детей, 12 женщин, допустим. Но у нас есть резервные места до 24 мест. Потому что бывают такие ситуации критические, когда мест нету, но человеку нужно помочь. А бывает такое? Для начала, наверное, сколько по времени могут находиться у вас женщины с детьми? Могут до полугода находиться. И если по состоянию здоровья, то можно продлить на некоторое время. А так до полугода они могут находиться, но кому сколько понадобится. Кто-то может жить месяц, восстановится, может уйти. А кто-то, бывает, живет до полугода. Вот вы оказываете им помощь на бесплатной основе? Что предоставляете вы? Да, помощь оказывается полностью на бесплатной основе. Мы предоставляем им питание, проживание, услуги психолога, юриста, социального работника. То есть весь спектр специальных социальных услуг. И экономические, и юридические, то есть в том числе. Когда к нам поступает женщина, она полностью проходит по своим потребностям, можно сказать, такую диагностику. То есть мы выясняем, что ей необходимо. Нужна ли ей психологическая помощь, нужна ли ей юридическая помощь. И дальше уже с ней прорабатываем все моменты, которые можем. А вот, допустим, женщина, если ушла быстро, документы не взяла и все остальное, помогаете ли вы им, допустим, восстанавливать документы? Обязательно. Такие ситуации бывают зачастую. Бывает, что, допустим, мужчина-абьюзер забирает документы. Может он их испортить, выкинуть. Бывает, женщина теряет документы. Бывает, мы можем принимать даже граждан других стран. То есть у нас были в Сазубекистане женщины. Так же, то есть, неважно, есть у женщины документы или нет, она все равно может быть принята в кризисный центр. А есть какие-то ограничения, да, вот, допустим, когда женщина не может попасть? Есть какие-то? Нету, да? Если она в алкогольном или в наркотическом опьянении. Единственный момент. А так, ограничений по возрасту нет абсолютно никаких. То есть у нас были и бабушки, и девушки молодые совсем. Поэтому ограничений нет в этом плане. А количество детей? Тоже нет ограничений. Максимально было 6 детей у женщины. И были вообще без детей, допустим. Ну а вообще, вот, на сегодняшний день сколько женщин находится у вас? У нас сейчас находится 5 женщин и 13 детей. То есть полный кризисный центр. Возраст детей какой сейчас? Самый старший, допустим, самый младший какой у вас? Вариации прям разные. У нас самому младшему 2 годика и самому старшему 16 лет мальчику. То есть разный. Ну вот, на ваш взгляд, да, что толкает на женщин уходить, да, от мужей, от родственников? Ведь не только бытовое насилие, может быть, да, от мужей, но и от родственников. Что толкает их на этот шаг и уже идти к вам в кризисный центр? Вот зачастую многие ошибочно считают, что бытовое насилие может быть только от супруга или от сожителя. На самом деле это не так. И зачастую люди думают, что бытовое насилие это когда есть побои, есть синяки. То есть многие женщины терпят годами такие унижения, оскорбления от родственников, от родителей даже. К нам поступали даже от родного отца, потерпевшего бытовое насилие. То есть от мамы, от сестры. И они не знают просто, что есть виды насилия, что не только физическое, но и психологическое бывает, финансовое, да, когда у женщины забирают документы, деньги, продукты, вот. И, наверное, решительным моментом для них является, когда уже точка невозврата, когда уже терпение заканчивается, уже не могут они больше это выдержать. И набираются силы, что тоже очень нелегко, и приходят к нам, обращаются. Легко ли они открываются? Вот у вас есть, вы говорите, психологи, да? Легко ли они открываются им? Не всегда. Не всегда, да? Не всегда. Зачастую работа с психологом идет как раз-таки через сопротивление. Но работа с психологом это обязательный, как сказать, компонент работы. То есть женщина, поступившая к нам, обязательно должна прийти к психологу. Потому что это такой этап, очень тяжелый для многих женщин, потому что начинается сопротивление. То есть он не принимает, всячески способствует тому, чтобы не работать с психологом. Но когда вот это сопротивление проходит, наоборот, становится лучше, становится легче. Она начинает осознавать все эти моменты, что зачастую же это из детства, из семьи. Ну да. И это тяжело принять. Поэтому вот так вот работа с психологом. Насколько безопасно, да, конфиденциально, что они находятся у вас в центре? Полностью конфиденциально. Данные никуда не передаются. Адреса мы скрываем. Допустим, адрес кризисного центра у нас никто не знает, мы его нигде не афишируем. У нас есть консультационный офис, где женщины могут бесплатно получить помощь психолога, юриста. Его адрес там на Орлан Моторсе у нас есть, на Мустафе на 22 есть. Адрес кризисного центра мы никому не говорим. Ваш кризисный центр, он вплотную, да, наверное, сотрудничает с органами полиции, да? Да. С полицией мы полностью сотрудничаем, потому что для подтверждения факта бытового насилия нам нужно постановление полиции. То есть, что действительно было бытовое насилие. Вот на сегодняшний день, да, женщины, которые находятся у вас в центре, помимо воспитания детей, чем они еще занимаются? Это, знаете, условия такого большого дома, в котором много хозяек. То есть, каждая женщина смотрит за своими детьми обязательно, да, отнесет ответственность за своих детей, готовит, убирает. То есть, это все по очереди, конечно же, не каждый день. Но все такие домашние обязанности, это также вот ложатся на ее плечи, так сказать. Есть женщины, которые работают, допустим? Да, есть. Мы всегда это поощряем, если женщина работает, это прям прекрасно, потому что через полгода считается им уходить, но за это время им нужно восстановиться. За время, пока не у нас, мы стараемся полностью помочь им в плане получить какие-нибудь пособия от государства, алименты, допустим, пособия по инвалидности, если есть такие детки. Максимально, что можно дать, что можно получить от государства, мы стараемся за это время вот юридически полностью оказать такую помощь. Кто работает, тот может работать, у нас есть воспитатель, и с их детками, то есть, присмотр постоянный, то есть, имеется. А вот сколько сотрудников, да, находится женщины в центре, ну, допустим, там, в ночное время, в дневное время? Да, всегда есть социальные работники, и в ночное время, и в дневное время, также всегда находится юрист, психолог, там, в кризисном центре, с 9 до 6, в ночь социальный работник всегда, то есть, дом, он всегда под присмотром. Как-то охраняется? Тревожная кнопка. Тревожная кнопка есть. А вот, вот как показывает практика, да, сколько времени требуется женщине, чтобы, допустим, прийти в себя? Три месяца. Три месяца, да? В идеале, да, для ресоциализации полной достаточно три месяца женщине, то есть, первый месяц адаптации, второй месяц уже поиск работы, восстановление, и третий месяц, она уже на стабильность должна выйти, и три месяца, вот, идеальный период для ресоциализации. Бывают ли такие случаи, что женщина возвращалась обратно? Бывали, к сожалению. Есть такие, да, случаи? А вообще сейчас часто обращаются вот в кризисные центры? К вам, к вам именно? Обращения всегда, вот, как мы начали работать, как только начали давать рекламу о том, что вот есть такой кризисный центр, потому что многие не знают, что можно куда-то обратиться, и вот как только мы начали давать огласку, начались обращения, постоянные просто. Угу. А есть какая-то статистика в месяц, сколько, вот, допустим, женщин обращаются примерно? В месяц обращается минимум 5-6 женщин. Угу. Но мы не можем всех принять, потому что у нас также ограниченное количество мест, то есть 18, максимум 23-24 мы можем взять, а всех, к сожалению, не можем, да. К сожалению, невозможно, да. А когда, допустим, родственники, родные приходили за женщинами, было такое? Были мужья, приходили, да. Но, допустим, если женщина против, приходилось вызывать полицию, реагировать. Если женщина согласна, то да, конечно, переговоры какие-то проходили, потому что зачастую на примирение же идут. Ну да. Да. Вот. Тогда приходили, бывало, посторожили под забором. Вот, такие ситуации тоже были. Угу. Ну, а вообще, женщины, когда вот от вас уходят, да, ну, наверное, совсем другими, да, не теми, когда они только пришли? Да. Работа с психологом, пример других женщин, все равно это все влияет, окружение влияет. Угу. И они уже выходят более, ну, я считаю, более сильными, скорее всего. Бывали случаи, когда, допустим, женщина возвращалась вот второй раз к вам в центр, в третий? Да, бывали. Ну, это, знаете, зачастую такие девушки, у которых никого нет, никакой опоры, никакой поддержки. Угу. То есть нет родителей, нет образования, то есть она не может сама. Да. И тяжело очень, потому что все-таки женщина, маленькие детки, работать почти невозможно. И поэтому ей приходилось возвращаться постоянно, а ему, ну, не помогало то, что она уходила. Да. Если многих женщин, ой, многих мужчин успокаивает, когда женщина один раз уйдет, они берут с этого урок и больше так не делают, да, а этому мужчине это не помогало. То есть каждый раз она возвращалась, и каждый раз он ее обижал. А сколько у вас психологов вообще работает в центре? У нас работает так, 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 четыре психолога. Четыре психолога. Ну, у нас, видите, у нас же есть еще консультационные офисы, то есть все четыре психолога не сидят в кризисном центре. Ага. В кризисном центре сидит постоянно один психолог, и второй психолог приезжает на помощь, это когда надо поработать с детками, потому что с детками тоже ведется работа. А с детками тоже, да, ведется работа? Да, обязательно. Да, потому что они же свидетели этого всего. А так в консультационных офисах тоже постоянно сидят психологи на Орлан Моторси и на Мустафе на 22. А вообще потребность каких-то кадров у вас есть в центре? Штат полный. Штат полный, да? Да, у нас более 20 сотрудников. Это юристы, это социальные работники. Также у нас дом, за домом нужен уход. То есть это обязательно дворник, электрик. Такие кадры тоже есть. А вот женщины между собой в центре, они как ладят? Ситуации разные бывают. Все-таки, как говорится, на одной кухне должна быть одна хозяйка. Ну да. Да, поэтому ситуации разные бывают. Но для этого у нас есть психолог. Для этого есть тренинги по решению конфликтов, по стратегиям выхода из конфликтов. То есть иногда порой даже им нужно объяснить, как нужно донести свою мысль без скандала. То есть спокойно просто. Бывает, что у них нарушены вот эти социальные связи, что они не могут, они не знают. Они думают, что нужно кричать только. Ну так же это можно понять, потому что они пережили такое, они всегда жили в таком. Ну да. А вот что бы Вы посоветовали к концу передачи женщинам, кто сейчас находится в трудной жизненной ситуации? В трудной жизненной ситуации? Наверное, всегда нужно расти и брать силы для развития. То есть иметь образование, работать, чтобы быть опорой самой себе. Потому что когда ты не можешь оперяться даже сам на себя, то это очень тяжело будет в жизни. Мы видели таких женщин, и это очень печально наблюдать, если честно. Даяна, я благодарю Вас за интересную беседу. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо большое. Пожалуйста. А я напоминаю, это была программа УАК и ТКИЗ. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин